Бокс в Казахстане Смотрите телеканал Хабар 24. В эфире программа «Олимп». И сегодня мы вам расскажем захватывающие истории казахстанцев, которые благодаря своему таланту и трудолюбию смогли пробиться на международную арену. «Олимп». Знакомьтесь, Нур-Султан Жанабаев. 26 лет, на профессиональном ринге всего 3 года. И уже обладатель пояса по версии WBC Intercontinental в первом среднем весе. К слову, в бокс он пришел в 15-летнем возрасте. Как и все, начинал свой спортивный путь в любителях. Серьезная конкуренция в среднем весе в Казахстане не позволила Нур-Султану попасть в состав сборной. И он решил попробовать свои силы на профессиональном ринге. Его путь начался в Китае, где в 10-раундовом бою он одержал досрочную победу над местным боксером. О талантливом спортсмене из Казахстана начали говорить. И в результате под свое крыло Нур-Султана взяли представители молодой, но довольно перспективной промоутерской компании из Казахстана. Контракт подписан. С тех пор у боксера карьера стремительно идет вверх. Сейчас для Нур-Султана Жанабаева создали все условия. С ним работает высококвалифицированный тренер. На второй план ушли все финансовые вопросы. Чтобы громко заявить о себе на профессиональном ринге, в первую очередь нужна хорошая промоутерская компания, которая будет продвигать тебя. Нужен хороший тренер. Сам боксер один далеко не уйдет и не добьется нужного результата. Требуется изнурительная работа не только самого бойца. Должна быть задействована целая команда. Поэтому промоушен, в котором я выступаю, заботится обо мне. Они говорят, тренируйся, работай, а все остальное – наша забота. Нур-Султан отличается своей скромностью. Наш боксер вырос в селе. Трудолюбивый. У парня есть цели по жизни. Мечтает добиться больших успехов на ринге. На сегодняшний день он находится в десятке рейтинга WBC. Нур-Султан прекрасно понимает, насколько важен каждый бой. Нельзя расслабляться. Каждая победа приближает его главной мечте – титул абсолютного чемпиона мира. В профессиональном боксе – это лучшее, чего может добиться спортсмен. Профессиональный бокс в Казахстане только начинает набирать обороты. Есть вполне успешные промоутерские компании, однако им, конечно, тяжело конкурировать с мировыми брендами, как Golden Boy, Top Rank или K2. Тем не менее, благодаря нашим известным соотечественникам, профессиональный ринг для боксеров становится все более перспективным. Появляются новые имена. Наставники из любительского бокса нацелены на профи ринг. Туда, где большая популярность и совсем другие деньги. Мне часто пишут молодые ребята, спрашивают, как можно попасть в профессиональный бокс. Я им говорю, ребята, прежде чем идти в профи, реализуйте себя на любительском уровне. Нужно пройти любительскую школу, показать себя. Если в любителях ты не достигнешь результатов, в профи будет еще сложнее. Не все сразу. Нужно идти шаг за шагом. Просто упорные тренировки и желания. В спорте он целеустремленный. Есть характер. Именно характер ему позволяет идти вперед и не отступать. Есть свой особый стиль. Даже если понимает, что получает удары, давит, старается атаковать. Это то качество, которое должно быть у профессионального боксера. Я верю, что скоро он станет абсолютным чемпионом мира. Еще один представитель казахстанской школы бокса на профессиональном ринге – Айдос Ербосынулы. Он провел уже 12 боев и во всех одержал победу. Он обладатель поясов WBA Intercontinental Asia и WBO Global во втором среднем весе. На ринге Айдос отличается своей неповторимой техникой. Казахстанским болельщикам он запомнился во время успешных выступлений за клуб «Астана-Арлан», в составе которого и стал чемпионом WSB. Сейчас его выход на ринг – это целое шоу с национальными костюмами и музыкой. Таким образом, боксер намерен показать всему миру культуру и обычаи своих предков. Я не тот человек, который гоняется за хайпом или создает фальшивый образ. Я настоящий сын своего народа, истинный патриот. Я воспитывался согласно казахским традициям. Родители, бабушка и дедушка часто мне рассказывали казахские сказки, читали эпосы про народных батыров. Выходя на ринг, мы представляем нашу страну, и поэтому важно, чтобы мир знал про Казахстан, про нашу культуру. Например, Геннадий Головкин на ринг выходит в традиционном казахском костюме чапан. Он на весь мир показал, что из себя представляет мой Казахстан. Мой образ воина-кочевника – это лицо истории моего народа. Айдо – трудолюбивый боксер. На тренировках делает все возможное для достижения положительного результата. Воспитанный, умный. У него все качества для настоящего профи-боксера. Подготовку к боям начинает за 2-3 месяца. В основном все стандартное. Общефизическая подготовка. Ближе к бою проводим спарринги. Бой с тенью. Одним словом, поэтапная подготовка. Ко мне вышли ребята из казахстанской промоутерской компании. Они мне рассказали свои планы, что вот скоро откроемся. Хотим продвигать в мире бокса наших ребят. Если есть желание, приходи к нам. Я изучил их предложения. Меня все устроило. Я поработал с американским промоушеном и понял, что все-таки наш гораздо лучше. Что с местными всегда можно найти общий язык и понимание. Многие спортивные аналитики считают, что профессиональный бокс со своими баснословными гонорарами по сути обескровили любительский бокс. Мол, многие перспективные спортсмены с поставленным ударом, интересной техникой и колоритной внешностью присматривают промоутеры из-за рубежа. Впрочем, и сами бойцы рвутся на профессиональную арену. При этом большинство из них мало чего добились в любителях. Конечно, это не могло не сказаться на качестве бокса, как любительского, так и профессионального. Хотя действительно высоких результатов добиваются сильнейшие. Титульных поясов у случайных людей нет. На ринге бывают моменты, когда хочется опустить руки и сдаться. Если ты хочешь это сделать, тебя никто не остановит. Но нужно понимать, что с тобой твой народ, твоя страна, которая верит в тебя, и в такие моменты придает тебе дополнительную мотивацию, силу и волю к победе. И тогда ты по-настоящему начинаешь понимать, что нужно идти до конца и побеждать. Иного пути нет. Конечно, в Казахстане бокс один из наиболее популярных видов спорта. У нас в стране любят бокс, но у нас нет пока индустрии профессионального бокса. Практически не развито спортивное телевидение, очень мало трансляций, боксерских поединков. Неохотно идут и рекламодатели. За рубежом, например, промоутеры продают каждый сантиметр ринга. Генеральный спонсор, официальный спонсор, официальный экипировщик и так далее. Все это монетизируется и как контент попадает на телевидение. Там есть конкурентная среда. У нас пока организация боксерского поединка заключается в том, чтобы договориться с Акиматом о помещении и собрать людей на трибунах. Но это только пока. Будем надеяться, что эта перспективная отрасль спорта скоро заработает на полную мощность. Редактор субтитров А.Семкин